Полегче, чем первый. В этот раз было легче, да, чем в прошлый раз? Да, неделю назад, только после отдыха, первый раз бежал в пробег в Измайлском парке. Там, конечно, было очень тяжело. Хотя не такой рельеф был, больше было равнинно, это раз. Но было нелегко. Сейчас как бы потренировался, объемочка маленькая, хотя бы все равно набрал. И второй старт уже легче зашел. Ну, так, визуально со стороны ты очень легко бежал сегодня, прям как на тренировке на темповой. Какая задача была на кроссах? Ну, так как я стартую через две недели на чемпионате мира среди военных служащих, по кроссу 12 километров побегу. И план был такой, что за четыре недели до старта начинаем готовиться. То есть, каждую неделю стартуем в пробегах, ну, различных, чтобы подготовить, многие функционально подготовятся. Вот, и поэтому это в планах было как тренировка. Так, ну, хорошая. Смотри, Илья, в прошлом году у тебя был такой грозный соперник, Едгаров Искандер. Вот, в этом году он не пришел на этот кросс. Не знаем почему, мы его потом отдельно спросим. В этом году насколько тебе легко было победить? Ну, я никогда не бегу, допустим, не ставлю задачи выиграть там любой ценой и все. Я ставлю задачу хорошенько пробежать и выложиться на то, что я подготовился за неделю. Поэтому бежалось, как вы говорите, если визуально это было легко, то внутри меня это, конечно же, не легко было. То есть, я выкладывался, да. Ну, не скажу, что на сто процентов, но так хорошо продышался. Ну, тебе, я так понимаю, этот кросс нравится, да, и в следующем году ты на него собираешься прийти? Да, ну, он уже как в два раза уже все, как закономерность практически теперь традиционно можно участвовать. Жаль, что в этом году чуть изменили трассу и хотелось бы сравнить результат прошлого года с этим годом. Ну, да, тут небольшая строчка сейчас идет в районе старого трамплина. Вот, но мы будем надеяться, что в следующем году придет на кросс какой-нибудь сильный лыжник, который сможет бросить тебе вызов, и ты не будешь так легко бежать в горочке, улыбаться, разговаривать. Это хорошо, конкуренция, это всегда хорошо. Тем более кросс называется кросс лыжников, а второй год подряд его выигрывает триатлонист. Скоро будет кросс триатлонистов. Да, твоими усилиями. Спасибо, Илья, поздравляем тебя с победой. Спасибо. Молодец.